Саратов. Когда произносишь название этого города, у всех россиян в голову сразу приходит фраза из школьной программы. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Да, это горе от ума Александра Грибоедова. Саратов расположился на правом берегу Великой Русской реки Волги. Протяженность города вдоль реки свыше 50 километров. Население 840 тысяч человек. Саратовская область это 64 регион Российской Федерации. Название Саратов произошло от татарских слов. Сары, желтая, и Тау, гора. То есть дословный перевод желтая гора, Сары-Тау. Если говорить о климате, то оно мерено континентально. Зима морозная, в основном многоснежная, лето сухое, жаркое. Летом температура может подниматься свыше 40 градусов. Зимой может опуститься до минус 40. Снежный покров устанавливается в конце ноября, в начале декабря. Исчезает в конце марта, в начале апреля. Волг у Саратова обычно замерзает во второй декаде декабря, а полностью очищается от льда в апреле. Город основан в 1590 году, как сторожевая крепость для охраны южных рубежей русского государства. Соответственно, в 1990 году Саратов ярко отмечал свое 400-летие города. Во второй половине XVIII века Саратов стал крупным перевалочным пунктом и центром торговли рыбой и солью. А с XIX века одним из центров торговли зерном. Поэтому Саратов по своей архитектуре и характеру людей исторически сложился, как купеческий город. И это воистину так. На улицах Саратова сохранилось около 2000 зданий, которые входят в число архитектурных памятников. Это постройки XIX и начала XX столетия. Воистину можно сказать золотое время в архитектурной летописи Саратова. Купцы, в зависимости от объема кошелька, в соответствии со своими вкусами, пристрастиями, пожеланиями и причудами, строили свои дома и магазины. Строительство осуществлялось по индивидуальным проектам, поэтому в архитектуре нет никакого однообразия, нет типовых построек. Таким образом, город приобретал свой собственный, совершенно неповторимый архитектурный облик. Достопримечательности города. Саратовский академический театр юного зрителя имени Юрия Киселева. Театр был основан в 1918 году и считается первым в мире театром для юного зрителя. Свето-Троицкий собор – духовный символ города с его кружевными карнизами и уютными крылечками. Создан в стиле московского барокко. Саратовский художественный музей имени Александра Николаевича Радищева – это единственный из провинциальных музеев, входящих в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Саратовский цирк имени братьев Никитиных, основанный в 1876 году известными в России цирковыми артистами и братьями Никитиными, является первым стационарным русским цирком. В 1951 году именно в Саратовском цирке свой творческий путь начал солнечный клоун Олег Попов. Памятник Петру Столыпину, выдающемуся государственному деятелю Российской империи. С 1903 по 1906 год он был саратовским губернатором. Памятник святым равнопостольным Кириллу и Мефодию, установленный у главного корпуса Саратовского государственного университета, как символ знаний и мудрости. А теперь давайте сделаем небольшую прогулку по городу. Приятно прогуляться по проспекту Кирова, бывшей Немецкой улицы. Это пешеходная зона длиной всего лишь в 3 квартала. Это самое тусовочное место города, где всегда кипит жизнь. Это место свиданий, деловых встреч. Тут находятся торговые галереи, бутики, магазины с сувенирами и многочисленные кафе. Здесь находится памятник в честь песни «Огней так много золотых». Множество бывших купеческих особняков. Один из них – гостиница Астория, украшенная фигурками рыцарей, башенками и мансардами. Памятник саратовской гармоники, известной всей России с 1860-х. Саратовская гармоника отличается своеобразным тембром, большой силой звучания и наличием колокольчиков. Под ее аккомпанемент пела наша землячка, потрясающая Лидия Русланова. Далее, проходя мимо готического замка-консерватории имени Собинова, идем к памятнику Николая Гавриловича Чернышевского, написавшего свое знаменитое произведение «Что делать?». Тут же рядом очень юно расположился храм, красивейшая церковь в честь иконы Божьей Матери. Утали моя печали. Далее, можно прогуляться через парк Липки, который возник на месте бывшего городского оборонительного вала. В 1825 году здесь было высажено 1080 лип. К Волге можно спуститься по пешеходной улице Волжской. Здесь стоит памятник саратовскому трамваю. И это не случайно. 110 лет назад здесь проходил саратовский трамвайный маршрут, вокзал, пристань. Одно из красивейших зданий Саратова – бывший особняк Риньеки. Далее, спускаясь к Волге, вы увидите городской ЗАГС, который находится в бывшем особняке, принадлежавшему некогда знаменитому саратовскому меценату – Борелю. Продолжаем идти вниз к Волге, и вскоре вы увидите Римско-католический кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла. В одном из старейших сохранившихся зданий Саратова XVIII века находится Государственный музей Константина Федина, а напротив – цветомузыкальный фонтан, среди секций которого находится памятник городовому. Прототипом памятника является Василий Гришин, который был дворянином и служил в полиции, а уйдя в отставку, спроектировал и профинансировал строительство первого в Саратове подземного водопровода. Рядом с музеем особняк, которому уже более 150 лет. Его бывший владелец – купец Алексей Дашковский. Заканчивается улица памятником Константина Федина, а дальше – выход на четырехъярусную набережную космонавтов, проколка по берегу Волги в тени деревьев, среди цветов, настоящий калейдоскоп красок, ароматов и звуков. На набережной находится памятник влюбленным, памятник одноклассникам, аллеи звезд, созданная в 1999 году, памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину, который закончил Саратовский индустриальный техникум. А 12 апреля 1961 года состоялся первый в истории человечества полет в космос, в котором Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил виток вокруг нашей планеты и приземлился в Саратовской области, в нескольких километрах от города Энгельса. Далее можно продолжить прогулку по автомобильному мосту, соединяющему оба берега Великой Русской реки Волги. Мост опирается на 39 мостовых опор, имеет ширину в 15 метров, и его протяженность составляет 2825 метров. А когда начинает темнеть, на уникальном мосту включается ночная подсветка. Огни отражаются дорожками в неспешных волнах широкой Волги. Необычайно красиво. А еще в Саратове можно съездить на Соколовую гору, и у вас получится незабываемая прогулка по мемориальному комплексу Парка Победы, в которую входит Музей военной техники под открытым небом, памятник журавлей, установленный в честь погибших воинов-саратовцев во время Великой Отечественной войны, Музей национальной деревне. Сейчас поговорим об интересных фактах города Саратова. На Саратовском авиационном заводе выпускали самолеты Як-40 и Як-42. А еще малоизвестный факт о том, что в Саратове на авиационном заводе притворяли в жизнь советско-российский проект многофункционального безоаэродромного летательного аппарата, так называемой радиоуправляемой летательной тарелки. В 1994 году проводили испытательные полеты такой летательной тарелки. Единственной профессиональной рок-группой в СССР был вокально-инструментальный ансамбль «Интеграл» под руководством Барья Алибасова. По приглашению областной филармонии Саратовскую Барапинскую поддержку в 70-80-х годах получила группа «Интеграл», которая дала дорогу в дальнейшую творческую деятельность Юрия Лазея, Жене Белоусову, Марине Хлебниковой. В Саратове в 1988 году основана советская, затем став российской, женская поп-группа «Комбинация». С историей города связаны такие известные люди, как артист Олег Табаков, руководитель МХАТа имени Чехова и художественный руководитель Московского театра Табакова. Отдавая дань уважения Саратов в августе 2015 года на Театральной площади у Академического театра оперы и балета открыл скульптурную композицию в честь знаменитого земляка, актера Олега Табакова. Артист Олег Янковский, который окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, начал свою артистическую деятельность 1965 года в Саратовском театре драмы имени Карла Маркса. Один из особо ярких фильмов Олега Янковского, в котором он сыграл, тот самый Мюнхгаузен. Владимир Конкин стал мгновение известным, сыграв роль Шарапова в культовом кино «Место встречи изменить нельзя». Режиссера Станислава Говорухина «А вы знаете, что Саратов посетил Александра Дюма?» «Да-да, вы не ослышались, именно тот французский писатель, который написал «Три мушкетера». Эта необъятная страна Россия постоянно манила Александра Дюма, но поехать в империю Романовых он не мог, так как прославленный автор «Трех мушкетеров» находился на подозрении у российского царского правительства. Николай I его ненавидел. Прошли годы, на престоле уже Александр II. Дюма делает попытку осуществить свои давние планы. Наконец, он получает разрешение совершить путешествие по России. Полистаем пожелтевшие от времени страницы небольшой по формату томика Александра Дюма в России от Парижа до Астрахани и на Кавказе. Через три дня после нашего отъезда из Казани мы прибыли в Саратов. Остановка была незапланированной и это было печально. Мы не имели писем в Саратов, мы не знали в нем решительно никого. Мы предполагали, что смертельно проскучаем в течение этих двух дней. Но его очень радушно встретили в Саратове и он галантно утверждал, что хозяйка дома, в котором он остановился, со своим очаровательным умом оживила этот уголок земли наполовину русский, наполовину татарский. В конце главы, посвященной Саратову, писатель пришел к выводу о том, что его мрачные предположения не оправдались и два саратовских дня стали едва ли не лучшими днями его путешествия от Парижа до Астрахани. А если говорить о себе, то как-то знакомые ребята Александр Шишинин и Виталий Окарков на завод, на котором я работала, привели двух девчат похвастаться. А у нас своя группа, послушайте, вот тогда зарождалась женская поп-группа комбинация. Познакомилась я со своим мужем и вышла замуж в том памятном году, когда Саратову исполнилось 400 лет. А зарегистрировались мы в городском ЗАГСе. Свою дочку из роддома мы привезли в квартиру, которую мы снимали всего три месяца на улице Волжской. Именно на ту улицу, которая сейчас является пешеходной зоной. В начале 90-х годов XX века в пику известности группы Баррия Лебасова-Нана моя годовалая дочка с первого аккорда определяла все их песни, протягивала вперед ручки и кричала «Ня-ня!». Но впоследствии она закончила саратовскую музыкальную школу. В завершении хочу сказать словами одного из саратовских поэтов. В извилистых пыльных дорогах, в извилистой нашей судьбе, не будем судить тебя строго. Спасибо, Саратов, тебе!